Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, подходит к своему завершению последняя неделя в 2023 году. И я очень рад, что вновь могу выйти в эфир, теперь уже с последним информационным блоком 2023 года от Славянской Церкви Адвентистов 7 дня в городе Сакраменто. В первую очередь хочется сказать Богу спасибо за те все возможности, которые Он нам посылал в уходящем году. Мы смогли сделать много разных проектов, послужить многим людям, быть благословением для многих людей в тех нуждах, с которыми они столкнулись в жизни своей. Для многих этот год был очень непростым, но Бог даровал силой здоровья справиться со всеми теми обстоятельствами, с которыми мы встречались. Я благодарен Богу за надежду, за поддержку, за веру, которую Он крепляет в нашей самой жизни. Моя молитва, чтобы Бог и дальше каждого из вас хоронил и благословлял. Чтобы новый 2024 год был годом новых достижений, годом новых возможностей, как в личной жизни, так и в деле проповеди Евангелия. Чтобы те ресурсы, которые у нас есть, мы могли приумножать и использовать в наилучшем образе для того, чтобы духовно воспитывать нашу общину и нести весть Евангелия еще многим людям в разных уголках мира. Поэтому желаем всего самого-самого наилучшего. Ну а теперь несколько слов о жизни служения нашей Церкви. В первую очередь мне хочется поблагодарить еще раз всех тех, кто организовывал концертную программу, которая была у нас в прошлую субботу вечером. Было очень много гостей. И все меня благодарили за то, что мы смогли организовать для них такую программу. Были наши соседи, которые сказали, мы даже не знали, что вот тут прям через дорогу от нас есть такая церковь, и мы так хорошо могли провести время и услышать такую удивительную весть. Были люди, которые просто в четверг подошли к нам, потому что мы делали декорации, а в субботу уже пришли к нам на программу. Слава Богу за то, что Бог касается сердец людей, за то, что у нас есть возможность подобными мероприятиями приглашать людей в церковь и тут нести им весть о спасителе и о спасении. Еще раз очень благодарен всем тем, кто принимал участие в организации проведения этого мероприятия, и надеюсь, что подобные программы, они будут благословением еще для многих людей и будут средством достижения их для Господа. Поэтому, пожалуйста, молитесь о всех наших планах и мероприятиях в дальнейшем. В эту субботу проповедует пастор нашей церкви Александр Ханчевский. Вместе с ним небольшую поздравительную программу для нас подготовил детский отдел и молодежный хор. Так что не пропустите наше служение, оно будет очень интересным, и верю, опять-таки, будет благословением для многих людей. Хочу также поблагодарить от всего сердца, кто финансово поддерживает нашу церковь. Я уже сказал, что в этом году мы смогли осуществить очень много проектов, и это благодаря двум вещам. Посвящению вашего времени и пожертвованиям вашим, которыми вы сможете укреплять руки тех, кто делает дело Божье тут, в этой церкви. Я прошу, чтобы Бог тоже благословлял вас особенным образом. Хотя ситуация сейчас не очень простая, здесь в Соединенных Штатах тоже, я имею в виду финансовая ситуация. Но я верю, что Бог даст выход в каждой ситуации, и Он сможет благословить те руки, которые всегда открыты для того, чтобы помогать другим. В эту еще несколько суббот у нас будет открыт фонд годовых пожертвований, и вы сможете принести ваши благодарственные пожертвования, подписав в конверте, что это годовые пожертвования, или же выбрав соответствующую графу в онлайн-пожертвовании. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку. Это очень важно в это непростое время для того, чтобы Весть Евангелия звучала и дальше. Хочу также сказать, что мы с вами продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка. Мы продолжаем молиться за лечение Сонечки. Это тот проект, который мы бы хотели довести до конца. Я знаю, что мы одни принимаем участие в реализации этого проекта, но я благодарен Богу за то, что и мы можем стать частью того благословения, которое сможет вернуть с Божьей помощью Сонне полностью слух. Поэтому, пожалуйста, молитесь за Сонечку и дальше. Конечно же, мы продолжаем молиться за ситуацию на Ближнем Востоке, в Украине. Очень хочется, чтобы эти конфликты остановились, чтобы эти войны прекратились, чтобы это прокровопролитие, несчастье, оно утихло. Я знаю, что не раз об этом говорил, что в конце концов зло будет побеждено только тогда, когда Христос вернется на нашу землю. Но локально все же эти вопросы регулируются нашими отношениями с Богом. Поэтому да укрепит Господь веру каждого из нас, даст мудрости, чтобы мы могли быть светом там, где мы находимся, и чтобы это повлияло на мировую политику или, как минимум, политику тех регионов, где мы живем. Поэтому, пожалуйста, молитесь и дальше за эти страны, за эти ситуации, за тех людей, кто может повлиять на изменение этих обстоятельств, чтобы Бог касался их сердец, чтобы новый 2024 год был годом, когда мир воцаряется на этих территориях. Это наше большое-большое желание. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 30, 4 стих. «Ты моя скала и крепость, Господи, ради имени Своего веди меня и направляй». Пусть Господь ведет и направляет каждого из нас в новом 2024 году. Всего вам самого наилучшего, дорогие друзья. До встречи на нашем богослужении в эту субботу в церкви или же в прямом эфире. Продолжение следует...